Осознанное сновидение, возможность почувствовать себя пилотом истребителя или великим диктатором. Оказавшись во сне, где материализуется желание, можно отжать телефон у гопников, полететь к Млечному Пути на розовом поне и даже завести самого лучшего кота. Осознанный сон, сновидение, в котором вы понимаете, что спите. При этом, если в обычном сне вы выступаете, как обычный зритель, то есть просто смотрите фильм, то в осознанном сновидении вы сами управляете своим сном. Можете делать что угодно, ограничиваясь только воображением и чувствуя совершенно безнаказанную свободу действий. В общем, в этой матрице можно делать всё, что вам нравится, всё то, что вы не можете сделать в реальном мире. При этом, ваши ощущения и эмоции будут абсолютно натуральными, как в реальной жизни. Осознанные сновидения, как правило, случаются, когда человек спит, как обычно, но вдруг понимает, что всё это сон. Научиться вызывать это состояние довольно просто, хотя это и требует некоторого времени и терпения. Первое. Нужно удерживать намерение научиться этому на протяжении нескольких недель. То есть думать об осознанных снах как можно дольше или же читать соответствующую литературу. Ведь нередко бывает, что если мы целый день думаем о чём-то или занимаемся каким-то делом, то именно это нам и снится. Второе. Важно развить в себе навык вспоминать и записывать сны. Надо положить рядом с кроватью блокнот и ручку и каждое утро, не открывая глаз и не двигаясь, вспомнить сны, а потом быстренько их записать. Также можно воспользоваться диктофоном на вашем мобильном устройстве. Третье. Регулярно спрашивать свой мозг, это сон или реальность? Может показаться редким идиотизмом, но это работает. Дело в том, что во сне мы часто выполняем те действия, к которым привыкли в реальности. Например, привычно ходим по земле, несмотря на то, что нет никаких препятствий, чтобы полетать. Привычно заходим в дверь, хотя ничто не мешает пройти сквозь стену. Есть несколько способов, чтобы проверить во сне вы или наяву. Зажмите нос пальцами и закройте рот. Если вы при этом можете дышать, значит вы в сновидении. Можно даже попробовать дышать под водой. Попробовать прочесть что-либо, отвести взгляд и опять прочитать. Если надпись меняется, значит вы спите. То же самое можно проделать и с часами. Каждый раз, когда вы на них будете смотреть, время будет меняться. Присмотритесь к внешности человека из постоянного вашего окружения. Например, к другу или однокласснику. В сновидении его внешность может быть неестественно искажена, либо же вообще иметь облик другого человека. Если привыкнуть спрашивать себя, а не сон ли это, то рано или поздно этот вопрос задашь себе и во сне. В осознанное сновидение легче всего войти ранним утром. Если вы проснетесь, к примеру, в 6 утра и на протяжении 10-15 минут пободрствуете, например, сходите в туалет, выпьете чаю, что-то перекусите и обратно пойдете спать, то на протяжении нескольких следующих часов вы будете просыпаться в так называемых микро-пробуждениях, которые мы используем для того, чтобы повернуться на другой бок или перевернуть подушку. Но ни в коем случае не стоит этого делать. Поймав микро-пробуждение, надо мысленно выходить из своего тела. Как бы абсурдно это ни звучало, встать, покатиться или взлететь, как в фильме. В данную секунду вы не должны анализировать и пытаться понять, как быть. Вы должны просто делать, невзирая на лень и сонливость, не двигая при этом ни единой мышцей, только мысленно выходить из своего тела. Таких попыток может быть несколько, просто засыпайте и ждите следующего пробуждения. В общем, результатом всех манипуляций должно быть осознание, что да, я сейчас вижу сон и да, я понимаю, что я сплю. Рано или поздно вам удастся войти в осознанный сон. Кто-то может добиваться этого несколько недель, а кому-то удастся заглянуть в осознанный сон уже сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова